Субтитры делал DimaTorzok Собраны деревянные, текстолитовые, на 4 части, на 3 части, но в основном я использую. Я покажу как с помощью ножа можно раскалывать изначально, ну и естественно секатор, чтобы отрезать неполучившиеся вершинки. Значит, ну как это вообще происходит? Ну, берем прутик, смотрим его толщину. Если толщина у маковочной части меньше 5 мм, как в данном случае, то я его раскалываю на 3 части. Начинающим, я сам долгое время так делал, я бы посоветовал расколоть, надрезать его ножом на сантиметра 2-3 вглубь. Вот на самом деле я надрезаю всегда на 4 части, потом даже можно взять обыкновенный деревянный полурок, который легко сделать, и расколоть его на 3 части. Вот таким вот образом он раскалывается на 3 части. Далее, если же у нас есть прутик, скажем, в данном случае, у которого маковочная часть больше 5 мм, то такой прутик я раскалываю на 4 части. То есть, опять беру деревянный полурок, в данном случае, и раскалываю его на 4 части. Обратите внимание, что полурок должен идти точно по центру прутика, то есть по его серединке. И перед колунком должна образовываться такая вот, такого вот рода, видно, не видно, но вот такого вот рода щель должна образовываться перед колунком, тогда он легче всего его раскалывает. Колунок должен вестись точно по серединке прута. Это что касается деревянных колунков. Деревянные колунки, они, в принципе, тоже могут вполне вгрызаться в прут сами, вот как в данном случае. Но, поскольку этот колунок деревянный, его остроты для этого дела хватит всего лишь на, ну, на 100-1,5 сотни прутев. Потом его нужно будет опять, режущую его часть, и нужно будет его затачивать. Поэтому, чтобы этого не делать, и также сократить время для раскалывания, поскольку раскалываю я в основном вручную, я сделал колунки из текстолита. Текстолит чем хорош, он тверже дерева, слегка тяжелее, хотя, в принципе, ну, не очень-то он тяжелее, эти колунки из яблони, тоже достаточно тяжелые. Вот, и колунок из текстолита держит очень долго, режущую кромку держит очень долго острым. То есть, ее очень долго не надо закачивать. Например, эти колунки я сделал еще в начале этого сезона, где-то осенью, и я еще ни разу их не затачивал. Деревянные, я бы уже, наверное, затачивал, ну, раз пять, не меньше, а то, может, даже и больше. Вот, таким образом, текстолиток колунок, он вгрызается, разрезает, раздвигает прутик сам, и вот таким образом раскалывает его. Вот, по сути, только этим он и отличается, что он острее. Что касается самого метода раскалки, то я обычно держу колунок вот таким вот образом, вот, и начинаю его направлять по прутику, по центру. Никаких изгибов я обычно не ровняю, вот, ну, потому что, если я начну еще каждый изгиб ровнять, это будет очень долго. Вот, потом пропускаю шинку через электрический шов, он достаточно неплохо выравнивает ее сам, вот, таким вот образом. Вот такая вот расколка. Очень часто бывает, например, что у нас каким-то образом, ну, получилось так, что в смаковочной части он у нас как-то там выломался и не пошел, да? Ну, не идет он дальше, или раздвинулись они каким-то образом, да? В таких случаях я его обрезаю, короче, и продолжаю расколку. Ну, здесь я вижу, что на этом прутике еще есть сучки, скажем, да? Вот, если вам видно, есть сучки. Естественно, через сучки пройти полынком очень сложно, поэтому я обрезаю его с ласточками и смотрю. Если у меня есть еще 60 сантиметров ленты примерно, то я его, конечно, буду использовать. Если остается меньше 60 сантиметров, ну, такую я уже не использую, ну, не стоит просто. Вот, не стоит с ней возиться. Еще раз могу сказать, что если прутик не идет, ну, вот, вот он не пошел, да? Обрезаем только один раз. Вот один раз обрезаем уже, затем берем расколы, где-то сантиметров на 10, на 12. Пробуем еще раз. Ну, вот в данном случае он пошел. Ну, часто бывает, что он и второй раз не прошел, поэтому такое прям просто откидываю. Использую его потом на кольца, на шаблоны намазываю. Или еще куда-нибудь там, ну, чтобы, вот, использую. В прошлом году, например, много таких набрал, просто при посадке пленку прижимал ими. Просто в землю и втаркивал. Ну, X-образно, чтобы они держали пленку, ну, а сами не прорастали там, где не надо. Вот такое тоже можно использовать вполне. Ну, в основном я их использую, естественно, на кольца, мне колец надо тоже очень много. Вот таким образом это все происходит. Естественно, на правую руку одеваем перчатку, поскольку очень часто бывает, что где-то головнок застревает, мы немножко надавливаем сильнее, он проскакивает, и таким образом можно порезать пальцы. Перчатка, с помощью перчатки можно этого избежать. Ну, вот таким вот образом я сижу, на данный момент у меня там кучка тысячи-полторы. Думаю, часа за два, за два с половиной я с ней таким образом справлюсь. Затем эту шинку я сушу, вот, чтобы там сушу, раскладываю тонким слоем, либо на столе, либо на каких-то полках. Я ее высушиваю, потом уже строгаю ее сухой. Вот такой вот метод, вот такой вот метод раскалывания, вот, я применяю, так сказать. Ну, вот таким вот образом она довольно шустро, быстро идет. Что касается сорта лозы для раскалывания, да, то можно... Я попробовал в этом году, например, раскалывать лозинку, или она же Каспийка. Ее же еще почему-то литовским прутом называют, хотя на самом деле вывел ее Шабуров в свое время. Называется сорт лозинка, как стало совсем недавно мне известно. Вот. Поэтому попробовал сорт лозинку, значит, на ленту. Могу сказать, что очень хороший сорт на ленту, поскольку очень легко раскалывается, практически без, практически без, без отходов. Очень мало отходов, не знаю, там, какая-нибудь десятка, наверное, из полторы тысячи прутиков, что я собрал на ленту с лозинки. Ну, не знаю, может быть, 5-6 прутиков не раскалывалось, и то по той причине, что там были какие-то то ли наросты, то ли сучки, то ли что-то еще. Так она, в принципе, раскалывается вся. Вот, например, этот тоже вот, не пошел. Я его откидываю, потом дальше буду смотреть, где его можно использовать. Вот. И значит, с лозинки получается очень хорошая лента. Что касается еще этого сорта, он очень хорошо окаривается и быстро, поскольку кара у него достаточно тонкая. Вот, очень хорошо колется, как я уже говорил, практически без отходов, и очень хорошо строгается. Можно выстрогать ленту толщиной, ну, 0,15-0,12 даже, миллиметров, очень даже легко. Вот, точно так же очень хорошо она происходит, очень хорошо края проходят через шмол, очень красиво, не раскалывается нигде. Вот, поэтому попробую. В основном, конечно, я сажаю на ленту американку гигантскую. Вот, но с американки гигантской практически получается то, что она вырастает до 4 метров высотой в хорошие годы. Вот, и использую я из нее только метр-двадцать, метр-тридцать длину от камня. Вот, остальное все выбрасывается, поскольку маковочная часть в американке гигантской, очень рыхлая, с очень большой серединкой. Поэтому использовать дальше эти маковочные части, ну, нет абсолютно никакой возможности. Ну, или я пока просто не придумал такую возможность. Вот. Поэтому американка гигантская, она только лишь на ленту используется. Но зато с нее получается лента шириной и пять, и даже шесть, и даже было в этом году где-то около сотни ленты. Я сделал шириной восемь миллиметров. Естественно, ширина ленты там приличная. Много очень с американки получается ленты четыре миллиметра шириной и пять миллиметров шириной. Вот, а уже, например, с лозинки, или как вот эта у меня трехтычинковая, с нее получается больше всего, практически, где-то процентов восемьдесят, ленты три миллиметра толщины. Ну, вот видим, вот в этом прутике, например, есть какой-то сучок, он обязательно не расколется, поэтому его даже не стоит пробовать, просто его откидываем обратно. Вот, вот таким вот образом происходит раскалывание ленты на шинке. Вот это тоже не пошло. Могу сказать, что не надо сетовать по тому поводу, что он не раскалывается иногда. Иногда, иногда, ну, довольно даже часто бывает. Вот. Бывают такие годы, когда лоза растет очень так неравномерно. Ну, то есть, это зависит, конечно, от дождя. Например, у нас дождливая погода может чередоваться там с довольно длинной засухой. Поэтому, в такие годы та же самая американка гигантская иногда бывает, что процентов даже тридцать вообще не раскалывается. Но это, конечно, слава богу, не так часто бывает. Вот, в последний раз было такое, где-то года три назад, когда была довольно длительная засуха. Вот. Но, в таких случаях меня выручает вот эта вот трехтычинковая лоза, которая раскалывается все равно лучше. И от нее даже тогда в засуху ну, процентов 10-15, может быть, только отходов было. Поэтому, вот, не надо на это сильно обращать внимание. Ну, поскольку природный материал достаточно капризный. Если мы работаем с природным материалом, с таким, особенно, как лоза, ну, надо, конечно, понимать, то, что он может выдать свой очередной каприз там, где не хотелось бы. Ну, вот, таким вот образом делается лента. Вот, пока виде ушло, я примерно уже тут немножко немножко на нахожу. Так, всем пока. В следующем видео я постараюсь еще что-нибудь интересного рассказать про лозу. Думаю, что уже посадка начнется. Жду пока, чтобы все растаяло, чтобы можно было уже сажать лозу. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова